Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я рада вас приветствовать на канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Я вяжу детскую кофточку. Пришла пора пришивать пуговки. И мне захотелось показать, как это делаю я, вдруг кому-то станет полезным. Конечно, наверное, было бы грамотнее, с одной стороны, этот кусочек поместить в ролик о готовой работе, когда буду показывать готовую кофточку. Но иногда нужны, на мой взгляд, ролики узкотематические. Когда задается вопрос, сбросить ссылку на этот ролик очень просто. У меня уже есть одно видео, как я пришиваю пуговицы, когда я вязала кардиган сыну, по-моему, если не ошибаюсь. Но приходят новые зрители, тем более сейчас я вяжу эту кофточку. Раз уж начала я ее показывать по частям, тоже оставлю ссылки на видео, где мы вязали росток. Это прям было видео по запросу. Также оставлю ссылку на видео, где мы вязали подрез, где мы вязали треугольничек от подреза. И вот настала пора. Это еще не финал. После пуговиц я постираю, высушу. И как на холсте что-то буду на кофточке писать, так сказать, картины маслом. Не знаю, что это будет. Может, какой-то один штрих. Как пойдет, как муза зашепчет. И вот пришиваю пуговки. Я хочу показать, как я это делаю. Вдруг кому-то будет интересно. На всякий случай, для тех, кто этот ролик смотрит, а другие не смотрел. Сама кофточка связана с пряжей Ализе Лана Катон. Пряжа грубоватая. Конечно, можно взять любую другую пряжу. Я все-таки склоняюсь на то, что вязать пледы из нее очень хорошо. Кофточку вяжу впервые. Возможно, так как кофточка все-таки не на голый тель задевается, будет неплохо. Тем более, пряжа бюджетная. Ребенок очень быстро растет. Может быть, есть смысл вязать из такой пряжи. А вот джемпер, который именно без поддевочки, я бы, наверное, больше не вязала. Один есть у меня джемпер. Желтая обвязка тоже из пряжи Ализе Лана Катон. А вот эта обвязочка на рукавах, зеленоватая, почему-то она так темно берется. Это из пряжи. Хотелось мне сочетать именно эти три цвета, поэтому я взяла Ярн Арт Силки Вул. Может быть, другим над оттенком зеленого. Но у меня была вот такая пряжа. И я ей и, значит, обвязала рукава. Итак, серый, желтый, зеленый. Пока играют именно эти три цвета. Пришивать пуговицы я решила именно этой ниточкой. Если бы вдруг у меня зеленая была бы Ализе Лана Катон, и мне нужно было пришивать пуговицы этой же ниткой, я бы, наверное, попробовала. Попробовала расщепить эту ниточку на более мелкие и пришивать не такой толстой, а вот составляющими. Вот здесь вот вполне реально у Ализе Лана Катон это сделать вполне реально. Конечно, можно взять обычную швейную ниточку, но чтобы уж было цвет в цвет, можно вот такие расщепулечки. Здесь еще несколько ниток. То есть, твори не хочу. Как вариант. Вот, пожалуйста, прекрасная штука для того, чтобы пришить пуговицу. Так как слепота подходит незаметно, обязательно я беру уже иголочки с большим ушком. И обязательно проверьте, чтобы не оконфузиться в процессе пришивания пуговицы, проходит ли иголочка. Но если у вас глазки остренькие, как говорила моя бабушка, значит, и вы взяли тоненькую иголочку, этот пункт вообще мы как бы убираем. Конечно, надо рассчитать, где эти пуговички будут. Где-то я там в книге, что ли, читала или еще что-то. Я почему думаю, у готовых изделий две пуговички рядом, а потом на другом расстоянии. Потому что одна пуговица как бы на планочку приходится. Вот у нас планочка на верхнюю горловинку. И вот по горловинку якобы фиксирует одна пуговичка. Это не обязательно, это я просто объясняю. А потом уже под ней пошли те пуговицы. Я пришила одну, пришила в краешки. Кто-то любит прямо с самого края пришивать, я не люблю. Я все-таки тоже отступаю на поход, так сказать. Но очень многие рукодельницы пришивают прямо в самом низу. Это как кому угодно. Потом я эту пуговицу во внимание не беру, да, складываю пополам. Вот она центральненькая пуговица у нас. Потом складываю вот так. Вот она пуговица. И вот сейчас сложу пополам и пришивать здесь. Это опять же мне лентяки, если не хочется считать. Здесь же можно спокойненько по резиночкам, да, просчитать. Но у меня на все какой-то свой старый дедовский метод. Мне очень нравится, когда с изнаночной стороны нет узелков. Просто прелесть прелестная. Если вам тоже так нравится, давайте посмотрим один из способов, как можно избежать узелочков на изнаночной стороне. Нам надо сложить ниточку вдвое. Учитель по трудам всегда подчеркивал. У нас шикарная женщина. Я так ей благодарна. Не брать большую ниточку. Хорошая партниха не возьмет большую нитку, говорила она. Тут петелька, тут два конечка. Мы всунули в ушко. Ну, кому удобна большая ниточка, пожалуйста. Самое главное, чтобы была вот эта самая петелька. Вот это то, что нам надо. Итак, мы рассчитали, где эта пуговичка будет. Обычно я люблю пришивать пуговички или на лицевой петельке, или в изнаночной, или на лицевой, или в изнаночной. Что-то в этот раз у меня как-то пошло. Я захватила половинку лицевой и половинку изнаночной. У вас, конечно, может быть более по-человечески. Это у меня так. Итак, значит, когда мы воткнули иголочку посередине, конечно, планки. Все это примерили заранее. Все это знаем. Какой-то участок надо обязательно захватить, чтобы был кусочек вязаного полотна. Как же иначе? Обязательно. И вот у нас образуется та самая, вернее, петельку, которую мы заранее приготовили. Мы в нее заводим иголочку, затягиваем. И посмотрите, у нас нитка закреплена, а никакого узелка нет. Классно же? Конечно. Этот прием очень хорошо известен со словами опять беда сегодня вышивальщицам. Так, значит, пуговичка у нас уже на готове. И мы решили заранее, будет принципиально, как у нас будет расположен шов по вертикали, по горизонтали вот эти вот швы. Кому-то это не важно, как ляжет, так и ляжет. Это уже решать нам. Теперь такой важный момент. Посмотрите, все-таки полотно в кофточке составляет, ну, миллиметр три где-то составляет. И очень важно, ну, вы знаете, в детских кофточках это может быть еще и не так важно, а вот во взрослых, в толстых вещах, это обязательно. Позвать на помощь спичку. Проложить между пуговичкой и полотном спичку, иголочку, микротрубочку, все, что угодно. Таким образом, наша пуговичка будет присоединяться к полотну не плотно, а на каком-то расстоянии небольшом. Это расстояние как раз и будет достаточно для того, чтобы потом застегнуть пуговичку. И полотно легло хорошо, не создавая, ну, как этих, складок, не показывая нам, что тесно здесь полотно. Сколько делать стежочков? Решать только нам, больше никому. У меня ниточка двойная. Достаточно два стежка, ну, может быть, максимум три. Я все-таки сделаю два стежка, больше мне не надо. И опять же, я на изнаночной стороне не остаюсь. Я вывожу иголочку на лицевую сторону. Казалось бы, лицевая она есть лицевая, но не люблю я, когда так рассуждают. Ага, пардон, я потерял ниточку. Сейчас включусь, найду ее отсюда. Вот, вытащу. Итак, сделав определенное количество стежков, это количество вы решаете сами. Можно еще сделать один, два, три. Самое главное понять принцип. Мы выводим иголочку уже не в дырочку пуговицы, а рядом, рядом под корешочек, там, где мы все это дело начинали. Теперь мы говорим спички. Огромное спасибо, спичечка. Ты нам очень сильно помогла. И несколько раз мы ниточкой, помогайте мне словами, обертываем, укрыляем, окружаем, обворачиваем, спасибо, мои хорошие, обворачиваем пуговичку. Затем заводим иголку в самое, что ни на есть сердце, той ниточной массы, которая, вот это я говорю, у нас есть. Но сегодня вообще кошмар со словами. Главное понять. Оставляем, оставляем вот эту петелечку. Подтужили. И если у вас нитка не шелковая, как вот у меня, она шершавенько, хорошо держится, в принципе, и этого достаточно. Но если вдруг вы чувствуете, что нитка какая-то ненадежная, она шелковистая, вся сейчас куда-то убежит, проделайте эту процедуру еще раз, заводя в немножко другие ниточные дебри иголочку. Одна развяжется, вторая подстрахуется, вторая развяжется, первая. Так, у меня перекрутился. Сейчас, 5 секунд. Петелька перекрутилась, не люблю я так. Вот. Все. И мы еще раз это все подтужили. Можно здесь уже обрезать ножницами, но я как-то вот такая вот дотошная. Я еще раз через дебри проведу, и только тогда, тройная защита, представляете, от взлома, только тогда отрезаю. Таким образом, кто будет искать узелочек, вряд ли его найдет, не с этой стороны, не с этой. Все аккуратненько, все хорошо. Пуговичка у нас на своеобразной такой ножке, то есть она не вот прям прилепана, приляпана, пришита к полотну очень сильно. И эта самая ножка даст возможность полотну лечь хорошо. Все поправляем, потому что рисунок у меня такой вертикальный, он мог куда-то немножко уйти, убежать в процессе пришивания пуговки. Мы все подправили, посмотрели на свою работу, похвалили себя, сказали, что мы молодцы. Ну вот и все, пуговицы пришиты. Сейчас я постираю данную кофточку, высушу, и потом сотворю на ней что-то такое, или эдакое, я не знаю. Обязательно покажу готовую работу, будет интерес, смотрите. Очень буду рада, если кому-то это видео оказалось полезным. До новых встреч, мой добрый зритель. Они обязательно будут. Субтитры сделал DimaTorzok